МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на канале НСК-49, студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. О чем совещались педагоги? Около тысячи работников сферы образования Новосибирска приняли участие в работе городского педсовета. Отличившиеся педагоги были отмечены наградами. Чтобы животные не болели, сотрудники ветеринарной службы региона рассказали, как осуществляется контроль инфекции животных, достаточно ли специализированных лабораторий в регионе и как они оснащены. Пикет против полигона. Жители Плотникова протестуют против размещения мусорного полигона в районе их села и предлагают пути решения проблемы. А теперь подробнее об этих и других событиях. В Ледовом дворце спорта Сибирь открыли мемориальную доску, а губернатор Новосибирской области встретился с хоккеистами. Все это произошло в день окончания капитального ремонта в ЛДС. Что из всего этого получилось, увидел наш корреспондент Александр Булдаков. Выражаем огромную благодарность за всестороннюю поддержку новосибирского хоккея. Именно такие слова теперь можно прочитать на памятной доске, открытой в Ледовом дворце спорта Сибирь, в память Дмитрия Босова, основателя и руководителя группы компании «Сибирский антрацит», друга и спонсора новосибирского хоккея. Он действительно был хорошим другом, надежным партнером нашего региона. Умел держать слово. И многие проекты, производственные проекты, в том числе инвестиционные, которые мы с Дмитрием Борисовичем учреждали три года, пять лет назад, они продолжаются, завершаются. Он активно откликался и поддерживал образовательные проекты, научные проекты. Капитальный ремонт, который проводился в ЛДС последние три года и обошелся в 1 миллиард 170 миллионов рублей, целиком и полностью проводился на средства угольной компании Дмитрия Босова. Строительный контроль по заказу хоккейного клуба «Сибирь» осуществлял учреждение Новосибирской области «Арена». А так как все заявленные работы на данный момент оказались выполнены, то стороны в присутствии губернатора Андрея Травникова и представителя СИП «Антрацита» подписали соответствующий документ. На встрече с хоккеистами «Сибирь» глава региона вручил восьминовичкам команды игровые майки. Братарь Денис Гостин. Андрей Травников пожелал нашим хоккеистам в этом сезоне ровной и продуктивной игры на радость болельщикам и в связи с тем, что клуб поменяет свою ледовую арену. Из любимого старичка ЛДС «Сибирь», пускай и практически полностью обновленным, нам придется переехать в новую арену «Арена Сибирь». И очень хотелось бы, чтобы на новую площадку мы перенесли такой драйв, чтобы новый лед почувствовал желание побеждать, побеждать, побеждать. Руководство клуба заверило губернатора в том, что сезон должен будет пройти как минимум интересно. Подготовили программу специальную на этот сезон. Уникальную такой никогда не было раньше в ЛДС «Сибирь». Ну и тем более теперь возможности позволяют кое-что сделать новое с технической точки зрения. Ну и команда, естественно, готовится отдельно и очень серьезно и целенаправленно, чтобы показать достойный результат в этом юбилейном для хоккейного клуба «Сибирь» году. Представитель руководства «Сибирсконтрацита» со своей стороны заверил, что компания и дальше будет поддерживать хоккейный клуб «Сибирь», а также в целом спорт в регионе. Покупая мясо и продукты из него в наших магазинах, мы можем быть уверены в том, что оно не угрожает нашему здоровью. Ведь за этим следит ветеринарная служба. А ситуация с биологической безопасностью в Новосибирской области – далее в нашем репортаже. Вспышкам инфекционных заболеваний подвержены не только люди, но и животные. Только у них это не эпидемия, а эпиазотия. Африканская чума свиней, высокопатогенный гриб птиц, ящер, бешенство, лептоспироз, оспа крупнорогатого скота, трихинеллез, финноз – это далеко не все болезни, которые постоянно создают очаги биологической угрозы. Некоторые из них опасны для человека. Несмотря на то, что в Российской Федерации и в других государствах, в том числе пограничных с Российской Федерацией, эпизодическая ситуация в последние годы, можно сказать, ухудшается и остается очень напряженной, у нас Новосибирская область остается благополучной, удается как бы сдерживать возникновение особо опасных болезней животных. Тем не менее, за первые полугодия 2022 года ветеринарные службы региона обнаружили более 2000 тонн некачественной, опасной пищевой продукции. Около 600 тонн были направлены на обезвреживание, более 1000 тонн на утилизацию и 376 тонн на уничтожение. По результатам проведенных экспертиз выявлено более 250 тысяч случаев несоответствия продукции требований пищевой безопасности. В том числе в пищевых продуктах были обнаружены возбудители инфекционных и паразитарных болезней животных, таких как лептоспироз, бруцеллез, актинмикоз, трехинеллез, оливиококос и возбудители других болезней, опасных для человека. А также в продукции были обнаружены остаточное количество антибиотиков и нитрофуранов. Чтобы выявлять различные несоответствия качеству, патогены и различные биологические угрозы необходимы современные лаборатории, да еще и такие, к которым есть доверие других государств. В Новосибирской области такие есть. На сегодняшний день у нас 9 лабораторий аккредитовано. Они имеют, каждая лаборатория, она аккредитована на свою линейку, скажем, тех исследований, которые она проводит. И планируется еще 7 лабораторий все-таки привести в состояние такое, как мы имеем сейчас вот этих 9 лабораторий. Этого числа, говорят, в ветуправлении вполне достаточно. Хотя для сравнения, раньше в каждом регионе была своя лаборатория, и всего их насчитывалось 30. Может поэтому так долго у нас не могут определить, что послужило массовой гибели пчел в регионе. На данный момент в ветеринарной службе точно знают, что пчелы отравились на рапсовых полях, а не погибли от инфекционных болезней. А вот чем именно они отравились, пока непонятно. Хотелось бы более оперативного реагирования. Приведение в соответствие дополнительных лабораторий вполне этому может способствовать. Дать людям шанс стать полноценной частью общества. Такую задачу ставят перед собой специалисты, работающие с людьми, имеющими ментальные и психофизические нарушения. Как сегодня живут такие люди и что за этот год удалось сделать для получения непрофессионального образования и последующего трудоустройства, узнаете из нашего сюжета. В 70-х годах прошлого века на 10 тысяч детей рождался один младенец с аутизмом. В начале 21 века этот диагноз ставили одному ребенку из 250. Сегодня в каждой сотне новорожденных один оказывается аутистом. Таковы официальные данные медицинской статистики. Число страдающих этим заболеванием растет, а информации об особенностях недуга по-прежнему недостаточно. Не решена и проблема социализации взрослых аутистов, которые вылетают из гнезда господдержки и остаются одни. Есть и ряд других, менее распространенных ментальных заболеваний, например, синдром Дауна или ДЦП. У нас на территории региона проживает более 189 тысяч инвалидов, из которых практически 12 тысяч – это дети-инвалиды. В общей численности лиц с инвалидностью доля лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения составляет около 5%. Чиновники сегодня предпринимают ряд мер по включению в жизнь социума таких людей, по их обучению и дальнейшему трудоустройству, рассказала на пресс-конференции в ТАСС «Сибирь» региональный министр соцразвития Елена Бахарева. В целом социализация – это, конечно, очень важно, но необходимо еще и создать адаптированную среду для них, а в ряде случаев и обеспечить необходимое сопровождение. Сопровождаемое проживание – это, в общем-то, такой современный, на сегодняшний день, наверное, самый современный подход к жизнеустройству молодых людей с ментальными особенностями. И наша задача здесь – продолжить выстраивание индивидуального маршрута, подготовки и адаптации к жизни в обществе. Мы настроены на то, чтобы человек с ментальными нарушениями мог максимально самостоятельно, либо под присмотром специалистов, реализовывать все свои возможности. Проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья все чаще оказываются в центре внимания, как властей, так и общественности. И в ряде случаев их действительно удается решать. Правда, иной раз на решение конкретных трудностей конкретного человека могут уйти годы. Впрочем, такая ситуация далеко не только с людьми, имеющими инвалидность. В любом случае, возрастающее внимание чиновников к таким особенным жителям нашего города не может не радовать. И даже если удается реально помочь хотя бы одному человеку из многих, то это уже хорошо. А недостатков свежих идеях и способов повышения эффективности работы социальных служб у нас, к счастью, нет. Во многом благодаря широкому привлечению к этой деятельности общественных организаций и раздаче им всевозможных грантов. Пикет против строительства мусорного полигона под Плотниково и Жеребцово прошел в Новосибирске. Почему экологи и многие местные жители категорически против этого объекта и какое решение для выхода из мусорной проблемы они предлагают, узнал Василий Акимов. История так и не начавшегося строительства мусорного полигона в районе реки Издревой возле сел Плотниково и Жеребцово давняя и скандальная. Планы по его возведению в этом месте власти озвучивали еще несколько лет назад. Тогда местные жители также проводили пикеты и всячески протестовали против планов чиновников. В итоге мусорная концессия тогда так и не заработала. Сегодня у властей планы привлечь новых концессионеров, а место строительства переместили, по словам экологов, буквально на несколько километров. И снова люди вышли на пикет против возведения мусорного полигона. Доводы все те же. Серьезно пострадает экология этого уникального места, а здоровье местных жителей окажется под угрозой. Будет воронье, будет контингент соответствующий бичей и всяких, и вот и все, будет загрязнение рек, будет отравление окружающей среды. Вот все, что будет, все, что будем мы иметь от этой свалки. Чиновники заверяют, что опасения напрасны. По их словам, в течение трех лет будут созданы два объекта. Правобережный полигон в районе сел Плотниково и Жеребцово и левобережный в районе села Верхтула. По данным регионального министерства ЖКХ, предлагаемая мощность левобережного объекта – 300 тонн твердых коммунальных отходов в год. Правобережного – 330 тонн. На этих объектах будет предусмотрена глубокая сортировка. По сути, это будут высокотехнологичные предприятия, обещает региональный министр ЖКХ. Однако люди не доверяют этим доводам и серьезно опасаются за здоровье своих детей. Мы прекрасно понимаем, что частичная сортировка с полигоном – это только 10-15% в лучшем случае сортировки, а все остальное – это складирование большой кучи мусора. А у нас там десятки, да даже сотни СНТ, три больших населенных пункта. Там реки, там природа, которую мы любим. Поэтому мы здесь. Одним из решений вопроса мог бы стать перенос места строительства. Общественники выносили на обсуждение территорию в 20 километрах от села Плотниково. Там нет лесов, населенных пунктов и водоемов. А удорожание транспортировки мусора до предложенного места будет несущественным. Но ответа на свое предложение, по сути, не получили. Впрочем, экологи уверены, что это также не лучшее решение. Они предлагают постараться найти деньги и построить высокотехнологичные заводы по переработке мусора. Такие, как в Европе или хотя бы в Москве. Надо комплексно подходить к этому решению вопросов. Этот мусор сортировать, перерабатывать. Ну и интересы людей однозначно учитывать. Интересы, экологические интересы учитывать. То есть смотреть, где там леса находятся, где реки находятся. То есть водные ресурсы, они никак не должны со свалками, с полигонами соприкасаться. Один из доводов, почему нельзя строить именно в этом месте – близость реки. Как утверждают экологи, уже на 15 метрах проходят грунтовые воды. При глубине залегания предполагаемого полигона – 20 метров. Похожая ситуация и в районе Вертулы, где неподалеку протекает речка Тула. Разница лишь в том, что жители поселков 8 марта Тулинского и Вертулы не выходят на акции протеста. Возможно, что лишь пока. При этом практически все они согласны, что решать вопросы с мусорными полигонами необходимо. Однако никто при этом не хочет получить у себя под окнами такое сооружение. Каким бы современным оно не было. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по нашумевшему инциденту в одном из супермаркетов Новосибирска. По версии следствия, 29 августа сотрудник магазина по улице Селезнева закрыл в холодильнике 9-летнего мальчика из-за того, что ребенок попросил убрать просроченные продукты с прилавков. Дело возбудили по статье «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего». Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. Совсем скоро в школах прозвенит первый звонок, и ученики после каникул радостно встретятся друг с другом. А вот учителя и директора школ уже встретились на пленарном заседании Городского педагогического совета. О том, каким будет новый учебный год, узнавала наша съемочная группа. Новосибирск – огромный город и городская система образования ему подстать. Она включает в себя без малого 500 образовательных организаций, в которых обучаются более 300 тысяч человек. В киноконцертном комплексе имени Владимира Маяковского на ежегодном пленарном заседании Городского педагогического совета собрались педагоги и руководители образовательных учреждений. Это и дружеская встреча в том числе, потому что, наверное, не виделись долго друг друга директора. Подведение итогов, безусловно, год был сложный, год был насыщенный для системы образования. Поэтому те итоги, которые сегодня озвучит начальник департамента, для нас все важны. И еще более важно, наверное, то, что будут поставлены задачи новые. Руководитель департамента образования мэрии Рамиль Ахмед Гореев рассказал об итогах работы по строительству новых школ и о том, что планируется. В 2021 году департаментом образования завершена реализация муниципальной программы развития системы образования города Новосибирска на 2018-2021 год. Цель которой – создание условий для развития отрасли образования города. За четыре года объем консолидированного бюджета, направленного на реализацию мероприятий программы, составил более 102,5 миллиардов рублей. В программе на новый период продолжена работа по реализации национальных проектов образования. В новом учебном году предполагается вспомнить то хорошее, что было в прошлом. С приоритетной задачей этого года, которая выходит на первый план, это не означает, что остальные уходят на второй или третий. Но так как она более сложная, потому что во многих аспектах она будет новой, хотя все мы этим занимались постоянно, но тем не менее сегодня нужно сформировать систему воспитания. Поэтому задачи воспитательного плана выходят на первый план. Мы на государственном уровне выходим на фундаментальное возвращение к тому, что было раньше. А я не считаю, что пионерская организация в Советском Союзе это было плохо. Я всегда считал, что это было хорошо. Например, если в каждой советской школе был заводчик по воспитательной работе, то уже с 1 сентября к своим обязанностям приступят советники директоров по воспитанию. Данная должность вводится с 1 сентября, она вводится как штатная единица. И, безусловно, наверное, в сегодняшнее время назрела то время, когда нужно вводить эту должность. Потому что те люди, которые станут советниками, это будет несколько, наверное, какое-то связующее звено между руководством, детьми и родителями в системе воспитания, в системе каких-то других ценностей нравственных. И, конечно, на городском педсовете отметили лучших педагогов. Перед Новым учебным годом лучшим работникам образования были вручены почетные грамоты, что стало приятным сюрпризом для многих из них. Стоит отметить, что у педагогов уже рабочее настроение, и они готовы к новой встрече с учениками. Остается только пожелать им интересного и плодотворного года и внимательных учеников. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru и в социальных сетях. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 277-0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok